Сотрудники компании АВЛ провели небольшой социологический опрос в школах района на тему будущей профессии. Его результаты таковы. Дети хотят быть управленцами, юристами и экономистами. В целях повысить интерес к научному творчеству и созданы курсы введения в робототехнику. Хотелось бы добиться того, чтобы сформировалось поколение квалифицированных создателей, которые не только умеют где-то что-то покупать и отдыхать, а умеют работать как руками, так и головой. И я уже боюсь повторяться, для меня было много сказано, но основная идея, чтобы наши дети получили возможность найти себя в этом мире не только в сфере потребления, но и в сфере создания. Робототехника это как раз один из тех видов, который позволяет вот именно в игровой форме детей привлечь, заставить и мыслить, и работать над тем, чтобы ребенок для себя выяснил, что он является определенного рода творцом, конструктором. И это вот очень важно. Важно с точки зрения того, что еще в детском возрасте человек понимает, а что он в рамках своей жизни мог бы такое сделать, которое, собственно говоря, действительно его бы возвысило над другими. Помимо значимого охвата детей техническим творчеством, реализация данного проекта решает и еще одну немаловажную задачу – занятость учеников в период летних каникул. За несколько смен обучения пройдут порядка ста детей. Учреждение дополнительного образования «Тополек» выбрана площадкой для проведения курсов. Искренне верим, что интерес не иссякнет к этому направлению деятельности, потому что очень большое количество детей, которые у нас остались, ну скажем так, в листе ожидания, которые хотели бы посещать эту летнюю школу. И надеемся на продолжение данного проекта в рамках системы дополнительного образования. И, конечно же, искренне верим, что наше сотрудничество с компанией ВИЭЛ продолжится, тем более, что в перспективе у нас и курсы повышения квалификации учителей информатики, которые запланированы в августе. Здесь у нас, в этой школе, сегодня дети из разных образовательных учреждений. И, естественно, они уже будут проецировать все то, что получили здесь, в своих школах, будут об этом рассказывать. Будут, скорее всего, помощниками в перспективе, потому что дети, которые обучились в этой школе, дальше будут, вполне возможно, обучать уже своих сверстников, либо младших школьников, а зам робототехники. Курсы на тему введения в робототехнику организованы исключительно на бесплатной основе. Компания предоставила все необходимое оборудование. Обучение проводят квалифицированные педагоги школы номер 19 и 2-й гимназии. Ребята получают задания. Ну, какие-то теоретические тоже мы им знания даем в начале, чтобы они понимали, что они могут сделать, как они могут сделать. После этого они конструируют, вносят конструкторские изменения и программируют созданное имя робота. С интересом дети подходят к процессу? С интересом. Ребята заинтересованы. В конце каждого занятия мы проводим рефлексии, они пишут отчет. Отчеты очень интересные бывают. Вот, в общем-то, они пишут, чему они научились, что им понравилось, что было интересно. Научились мы многому. Мы программируем робота. Мы научились ехать вперед-назадное, расстояние назад, поворачивать. Мы лабиринт проходили, вот по пути ездили. Сбивали кегли, он у нас стоял на середине. Вокруг стояли кегли, он их должен был обнаружить и сдвинуть из круга. А ты хочешь продолжить занятие? Вот я знаю, что во второй гимназии есть дополнительное такое занятие. Пойдешь теперь? Пойду. Школа робота-техники имеет полную прозрачность. Родители могут наблюдать за своими детьми посредством интернета, где идет онлайн-трансляция курсов. Но беспокоиться не о чем. Ребята погрузились в сложную среду информационных технологий, вошли в увлекательный мир роботов. Возможно, для кого-то из них обучение станет опорным пунктом при выборе будущей профессии.